Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Очередная пятидневка близится к своему завершению. Мы продолжаем следить за фундаментом, основными событиями. Ничего не упускаем из виду. Ну, если что-то упустили, в данном случае я особо, пожалуйста, не катекусь. И это стараясь, в общем, чтобы ни один из стоящих фундаментальных событий не все-таки оставались без нашего внимания. Вчера у нас были протоколы как центральные события. К ним мы готовились, в принципе, давно, поскольку на протоколы возлагались не только нами надежды, что через конкретику по изменению, опять же, и монетарной политики в контексте процентных ставок и сокращения баланса появятся новые путеводные огни для доллара, чтобы поспособствовать ему в его восходящем движении и, разумеется, помочь оказать давление своим основным конкурентам. Про доллар мы сегодня, безусловно, поговорим и продолжим это делать, потому что доллар сейчас, безусловно, главный герой, который присутствует на рынке, и то, что рисковые инструменты у нас сбавляют свои обороты, это как раз, точнее, увеличивает свою стоимость. Это следствие тех потерь, которые обонесла американская валюта. Сейчас фундамент, по крайней мере, в первой половине, собственно, дня на азиатской сессии у нас не блещет какими-то интересными событиями, и в то же время мы понимаем то, что продолжив движение сейчас активный доллар, то мы сможем наблюдать и в контексте именно рисковых инструментов. Доллары – это основной триггер для финансовых площадок, и давайте с этим пока считаться. Начнем мы традиционно с рынка нефти, тем более, что снова нам есть о чем поговорить, потому что этот актив продолжает двигаться в том направлении, которое нам и нужно. Пока что поддержка 50 долларов за баррель не пала, но, судя по всему, это вопрос самых ближайших дней. Закрытие прошлых торгов 50.31, лоу, между прочим, дня был на отметке 50.15, сейчас инструмент торгуется на уровне 50 долларов 51 цент за баррель. Вчерашнее снижение было довольно существенным, это сейчас уже минимальные ценовые уровни за последние три недели, и в одном шаге, мы буквально от пробоя этой самой поддержки 50 долларов за баррель. Поскольку вчера была торговая сессия среды, традиционно в этот день мы с вами анализируем в отношении нефти правительственные данные Соединенных Штатов по Америке по запасам и бензина, и нефть, и дистиллятор. Еще традиционно в 17-30, помимо динамики по запасам, выходят показатели по объему добычи, недельного производства, роста, либо сокращения по штатам. А что касается самих данных, вы все прекрасно видели, запасы нефти просели на 8,9 миллиона. Это мало того, что седьмая неделя подряд снижения запасов, это, на мой взгляд, одно из самых, если даже не самое серьезное снижение за короткий промежуток времени, как неделя с начала 2017 года. А при этом запасы бензина чуть подросли, всего лишь на 22 тысячи баррелей. Но на прошлой неделе у нас был более интересный показатель по росту запасов бензина, там выше 3 миллионов роста. И мы стали говорить о том, что как раз ситуация с бензином отражает постепенное завершение летнего сезона активности автолюбителей и, соответственно, высокого спроса на нефтепродукты. Что касается, друзья, реакции трейдеров на этот отчет, этот релиз очень важен, собственно, как для медведей, так и для покупателей нефти. Потому что каждый из лагерей вот этих трейдеров пытается найти в этом отчете поддержку для своего видения рынка и, соответственно, поддержку, в первом случае, для снижения активов, во втором, для того, чтобы инструменты выросли. Почему так вот разнятся мнения? Потому что запасы, к примеру, если они снижаются, если формируется тренд, цикл из нескольких недель снижения, в принципе, как сейчас, это сигнал того, что спрос на внутреннем рынке Соединенных Штатов Америки на очень высоких значениях и при сохранении, опять же, этой тенденции неизменной, можно рассчитывать на сокращение предложения. Избыток предложений, как вы знаете, это основная проблема, по которой рынок черного золота никак не может взвернуться, чтобы заручиться мощной фундаментальной поддержкой. А что касается тех трейдеров, которые ставят на ослабление инструмента, они тоже следят за действительной статистикой. Почему? Потому что, напротив, данные по росту запасов уже будут свидетельствовать на того, что спрос на внутреннем рынке не такой уж высокий. И рост запасов – это еще одна предпосылка и фактор, который будет усиливать сверхпроизложения, присутствующие на рынке. Ну и плюс ко всему еще динамика по росту нефтедобычи в Штатах – это отдельная история, на которую я предлагаю обратить внимание прямо сейчас. Потому что совершенно очевидно, что динамика по росту недельного производства нефти оказалась для участников рынка куда более важней и интересней, чем запасы, несмотря на вот эти такие рекордные показатели по снижению и по продолжительности тренда. Хотя здесь еще не рекорд, всего лишь 7 недель. Подряд в то же время приближаются осенние сезоны. И я не сомневаюсь, что там этому тренду придется распрощаться с фактом снижения запасов. И мы уже будем работать с другими цифрами, которые будут указывать на увеличение, собственно, емкости энергосырья на американском рынке. Но теперь, друзья, самое важное. Что же мы вчера получили по статистике по росту недельного добычи нефти США? Я думаю, что к этой цифре невозможно было подготовиться, потому что это что-то выдающее в плане статистики. Плюс 79 тысяч за неделю. Соответственно, текущий объем по добычи составляет уже больше, чем 9,5 миллионов баррелей в сутки по производству. 79 тысяч очень сильно контрастирует с теми цифрами, которые мы видели по аналогичному релизу неделю назад, когда, по-моему, эти трейдеры начали переживать за то, что производство нефти в Штатах снижается. Тогда спад, между прочим, был примерно на 7 тысяч, соответственно, баррелей. Это ничтожная цифра по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Больше, чем в 10 раз уже, собственно, охватил и перевесил этот показатель тот спад, который мы наблюдали неделю назад. И то, что мы сейчас уже наблюдаем цифры по добыче свыше 9,5 миллионов, возвращает нас к старым, добрым, весьма амбициозным прогнозам не только, между прочим, нас, но и многих инвестиционных банков. Отдельная история, вы помните, месяца 2-3 назад мы обсуждали прогноз Райстрит Энерджи, которые считают то, что 10 миллионов баррелей в сутки по добыче, это тот показатель, которого удастся достигнуть не только, скажем, в первом квартале 2018 года, но еще и в конце 2017 года. Если, конечно же, прирост добычи будет в сопоставимых значениях и дальше, то эта цель более чем реальна. Но поскольку я каждый день делаю акцент на то, чем чревато в плане последствий увеличения нефтедобычи в регионах, не участвующих в сделке ОПЕК+, я сейчас повторяться не буду, я думаю, что вы сами знаете, что 10 миллионов по добыче в Штатах – это уже окончательный крест, который будет топить котировки нефти не просто там минимум за год, может быть, чуть больше. Мы будем с вами, возможно, свидетелями совершенно уже серьезного обвала рынка черного золота и потенциальных котировок по тому же самому бренду гораздо ниже 40 долларов за баррель. Сейчас кажется, что это невероятно, друзья, но нефть, сырьевой инструмент, безусловно, он зависит и от спекуляции, и от настроения на рынке, но все-таки это еще и тот инструмент, который вряд ли может соперничать с мощным фундаментом, когда он такой однозначный в плане своей интерпретации. А сейчас участники рынка, можно сказать, продолжают переживать, беспокоиться о том, что сохранение высоких показателей нефтедобычи в Штатах, рост сланцевой добычи, экспансия, которую сейчас реализуют США, позволит им и дальше, собственно, занимать вот эту нишу, заполнять нишу, которая высвободилась вследствие того, что ряд участников энергетического сообщества, крупнейших производителей присоединились к сделке энергетического факта. Но, к сожалению, либо к счастью, к сожалению, конечно же, для покупателей, к счастью, для продавцов, к счастью, для нашей с вами сделки по продаже, мы лишь убеждаемся в том, что сам ОПЕК уже прекрасно понимает и видит то, что все усилия сведены к нулю, потому что рост добычи в регионах не участвующих в сделке Ливия, Нигерии и Соединенные Штаты Америки настолько превосходящие те показатели по сокращению, что, в принципе, единственное, что может повлиять сейчас на ситуацию, это более резкие показатели по ограничению производства, опять же, членами энергетического факта, на которые вряд ли они пойдут. Вот с таким фундаментом мы продолжаем работать. Сегодня у нас, разумеется, единственное, что можно будет посмотреть на поведение доллара, соответственно, то, что будет происходить с долларом отчасти, влияет и на поведение нефти. Ну и в пятницу, то есть завтра у нас с вами будет еще один релиз Бейкер Хьюз по количеству нефтенек терминалов. До этого прирост был очевидный, этот прирост уже привел к увеличению производства нефти. Если мы снова, друзья, продолжим с вами получать статд-данные по сохранению восстановительной динамики и увеличению числа нефтяных, сланцевых, буровых и платформ, тогда наши с вами, и не только наши, ожидания по тестированию достижения планки в 10 миллионов будут более чем реализуемы. Ставим на снижение нефти, я думаю, что вправе можем даже ориентироваться на тестирование о поддержке 50 долларов за бар до конца этой недели. Рубль 59.35, ну, видимо, российская валюта еще не смогла в полной мере отыграть то снижение, которое было показано в ходе вчерашних торгов, это все-таки уже ближе к вечеру, когда активности на российских биржах была пониже. Полагают то, что сейчас, после открытия, через 20 минут, рубль должен уже начать дисконсировать собственную стоимость, ту слабость, которую показал рынок нефти. Поэтому, как и раньше, ждем движение пары выше 60, пары доллар-рубль. Дальше идем. Доллар японская иена. Здесь сейчас котировки у нас 109.85, около фигуры американская валюта потеряла с времени нашего вчерашнего брифинга. В частности, я предлагаю сейчас остановиться на долларе. Почему? Потому что очень важно оценить именно тот фундамент, с которым мы готовились к протоколам, и то, что мы услышали уже по факту протоколов и, собственно, публикации обновленного, так сказать, вектора денежно-кредитной политики. По ожиданиям. Безусловно, протоколы были очень важным событием. Мы к ним подходили с довольно мощным фундаментом по штатам, чего стоят только одни данные по рыночным продажам, которые выросли, как вы помните, на 0,6%, что является уже предвестником расширения экономического роста Соединенных Штатов Америки, потому что ВВП от США полностью базируется на потребительских расходах. Плюс ко всему, мы делали вывод о том, что рыночные продажи растут не просто так. Это явное отражение растущего доверия к американской экономике и более стабильного финансового положения домохозяйств, тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями. До рыночных продаж у нас был довольно сильный рынок труда, уровень безработицы, минимальное значение с 2001 года. И данные по инфляции, которые, может быть, не стали импульсом для еще большего оптимизма и не усилили ожидание того, что решение о росте процентных ставок – это уже практически неизбежно. Но я все-таки отмечу, что и разочарования от этого отчета не было, поскольку данные, в принципе, остались на тех же самых уровнях, никакого серьезного спада, ну и отсутствия роста. Поэтому, как минимум, на планах американского регулятора этот отчет повлиять не должен был. А вот теперь, что касается протоколов, почему же все-таки доллар не отреагировал тем самым долгожданным ростом, под который многие закладывались, в том числе и мы. Протоколы можно разделить, опять же, по тем важным комментариям, которые были даны на позитивные для доллара, и о комментариях, которые, собственно, и стали причиной тех распродаж, которые мы видели. Большинство представителей американского регулятора считают то, что время действия следующего заседания, то есть сентябрьское заседание, действие относительно сокращения баланса – это самое то, что, как и было обычно, сентябрь – это, скорее всего, тот самый период, когда Центральный банк Соединенных Штатов Америки начнет сокращать баланс, то есть усилие – это жесткость монетарной политики. И, по идее, на этом можно было бы вырасти. Но вот когда речь зашла уже об инфляции, тут, друзья, появились уже подводные камни, которые стали более очевидными, которые раскололи весь монетарный кабинет США на два тоже лагеря. Это те, кто считает, что индекс потребительских цен находится на низких значениях, даже есть риски того, что инфляция продолжит снижаться и дальше. А если инфляция снижается, то нужно придержать лошадей, соответственно, не торопиться с ростом процентных ставок. И лагеря других представителей ФРС, которые по-прежнему продолжают лоббировать идею еще и Джанет Ерин о том, что инфляция крайне волатильный показатель. Инфляция будет, собственно, смещаться и расти в район целевого значения в 2%. На это, правда, понадобится какое-то время. Но прогресс на рынке труда, собственно, роста заработных плат и сокращение предложений – это то, что будет оказывать разгоняющий эффект на этот показатель и индикатор. В целом, я согласен с такой логикой, потому что, действительно, заработные платы у нас стабильно растут. Прошлый отчет купец Non-Farm Perls, который мы анализировали 2 недели назад, он, собственно, сообщил об этом. Рост заработных плат – это одна сторона, скажем, о медали, ну, тоже хорошая. Другая сторона указывает на то, что американская экономика близка к максимальным показателям по занятости. Я думаю, то, что вы согласитесь с этим, это действительно так. И если есть предпосылки для того, чтобы конкурировать за оставшиеся трудовые ресурсы, то можно рассчитывать на рост заработных плат. Но это логичное, собственно, следствие тех изменений и показателей, которые мы сейчас видим по данному сектору американской экономики. Поэтому я все-таки отношу себя к второму лагерю трейдеров, которые считают, что инфляция, не трейдер, а представитель ФРС, инфляция будет расти, и будущее рост индекса потребительских цен все-таки позволит уже единогласно, ну, пусть там за отдельными исключениями, обозначить большинство, позицию большинства, общее мнение того, что нужно и сокращать баланс уже в сентябре, ну и как минимум в декабре снова повысить процентную ставку. Важно еще то, что мы сейчас работаем с долларом, имея возможность ориентироваться только на национальную статистику, на фундамент, на статистическую поддержку. И это хорошо, потому что вот былой фактор, который оказывал наибольшее влияние на рынок, это рост геополитической напряженности в отношениях США и Северной Кореи, он уже, собственно, не оказывает влияние на доллар, поскольку, ну, уже стало очевидно, я надеюсь, то, что обойдется без рецидивов, скажем так, и Ким Чен Ын после своих прежних заявлений о том, что не будет, собственно, наносить ракетный удар по близлежащим территориям американской военной базе в Тихом океане, не вернется к этой совершенно ненужной, громкой и, на мой взгляд, абсолютно беспреспективной, собственно, идее. Трамп, как вы знаете, поприветствовал решение Ким Чен Ына, напряженность пошла на склад, и рынок больше эту тему не обсуждает. Если это так, друзья, то нам следует дальше следить за отчетами. На текущей торговой сессиях стоит обратить внимание на статистику по промышленному производству, которая будет увлекована в 16.15 по московскому времени. И еще традиционно сегодня в 15.30 выйдут данные по заявкам на пособие по безработице. Если уж мы делаем такую большую ставку на состояние американского рынка труда, то здесь тоже нужно искать поддержку для доллара. Поэтому доллар и японская иена у нас остаются в качестве тандема валютных активов, более интересных для покупок. И я считаю то, что американец может еще и со сложным эффектом на протокол отреагировать с ростом и движением уж точно выше отметки 111 йен против доллара. Европейская валюта. Вчера мы видели локальный минимум от 16.80. В частности, такая реакция трейдеров стала следствием на появившиеся слухи о том, что Драги едет на встречу на симпозиум Джексон Холли с подготовленной речью, в которой не содержатся намеки, либо вообще какие-то тезисные, важные, интересные, обновленные показатели рынка по поводу программы количественного смещения и процентных ставок, то есть монетарного курса. Драги собирается говорить об общих тенденциях, сложившихся в мировой экономике и действиях монетарных банков. Но не знаю, где же находится этот первый источник такой информации. Может быть, это всего лишь слухи, которые не будут подтверждены. И на встрече в Джексон Холли Драги, собственно, так же, как и год назад, и два года назад, сможет порадовать нас большей конкретикой по поводу того, что произойдет с монетарной политикой Европейского Центрального Банка. Как и раньше, друзья, я предлагаю вам сохранять позицию того, что она будет неизменной в прежнем мягком ключе, а значит, потенциально негативной для европейской валюты. Сегодня у нас 12.00 по московскому времени данные по индексу потребительских цен еврозоны. Если вы посмотрите на ожидания экспертов рынка, то сможете в экономическом календаре увидеть то, что прогноз на самом деле значится на более низких значениях, нежели чем о прошлый месяц, показатель прошлого месяца. В случае снижения доступа потребительских цен, вы прекрасно понимаете то, что вероятность на сохранение мягкой экономической политики возрастет в разы. Это будет использовано в качестве еще одного стимула для ослабления европейской валюты. Я советую в любом случае, несмотря даже на рост, который стал следствием от слабости доллара, уже начинать продавать ранее состоявшийся ралли и ставить на то, что пара евро-доллар будет смещаться в районе 1.15. Также сегодня еще и протоколы Европейского Центрального Банка. Но здесь уже, наверное, будет гораздо интереснее посмотреть на них после выхода данных по инфляции. Думаю, что протоколы Европейского Центрального Банка будут полностью соотноситься с той позицией, которая ранее была озвучена от Раги, о том, что ЕЦБ пока не рассматривает возможности сокращения баланса. Австралиец сегодня получил поддержку данных по национальному рынку труда. Уровень занятости 27,9% с прошлого 20 тысяч, то есть прирост здесь уже на 50%, уровень безработицы снизился до 5,6% с 5,7% с параллельным ростом доли экономически активного населения. Но для покупателей австралийцев, может быть, это как бальзам, статистическая поддержка, но я думаю, что если зрить в корень, и вспоминая последние комментарии и Филиппа Лоу, и Кристифера Акента, это элиты, собственно, Резервного Банка Австралии, мы помним, почему австралийцы вряд ли окажутся выше сопротивления 0,80%. А если даже это случится, то будет абсолютно непродолжительным. Поэтому, друзья, нужно сохранять короткие позиции, и, конечно же, нужно рассматривать возможность еще большего, скажем, сэла, больше активности на продаже австралиицы по мере, опять же, приближения пары к уровню 0,8%. Надеюсь, то, что акцент, который я делал на эту валюту в ходе брифингов, что на этой неделе, что на прошлой, позапрошлой, убедил вас в том, что австралийцы действительно имеют куда более серьезные фундаментальные основания, стоят гораздо ниже текущих значений. Новозеландский доллар пока что реагирует на то, что происходит с долларом. Слабость американца, как я уже отметил, позволила риску немного подрасти, но по Новозеландцу там свой ворк проблем, начиная, опять же, от последней риторики руководителя резервного банка Новозеландии Уиллера и заканчивая, собственно, статистикой результатами молочного аукциона, который снова указал на снижение цен на главные экспортные ресурсы Новой Зеландии – сухое молоко. Поэтому по Новозеландцу также мы придерживаемся короткой позиции. Фунт против доллара. Здесь можно сказать, что поддержку британской валюте оказала статистика. Вчера вышли данные по уровню безработицы – 4,4%, а процент из 4,5% средняя заработная плата, включая премию, выросла на 2,7%, точнее на 2,1% с 1,9%. И уровень безработицы – интересная вот такая историческая параллель, минимальное значение за последние 40 лет. Если сравнить показатели розаархных плат с уровнем инфляции, как вы помните, она сейчас находится на отметке 2,6%, то, конечно же, реальный розаархный плат, он не дотягивает до… гораздо ниже остается, чем инфляция, поэтому здесь мы видим то, что к приросту заработных плат не нужно относиться с должным позитивом, потому что инфляция все равно невидирует вот этот позитивный сложившийся тренд. До конца этого месяца, собственно, остается еще полторы недели, по сути, у нас две недели, состоится еще один раунд переговоров по Брекзиту. Я думаю, то, что мы уже правы рассчитывать и настраиваться на то, что и он будет вряд ли результативным, скорее всего, ситуация так и останется тупиковой. Переговоры, обсуждения продолжаются, никак Англия не хочет переводить средства о исполнении своих фискальных и налоговых обязательствах. В свою очередь, Еврогруппа не хочет обсуждать какие-то компромиссные условия по созданию новых торговых соглашений, собственно, с Англией. Риск Брекзита у нас основной триггер для снижения британца. Я думаю, то, что и отчеты, которые были опубликованы в последние недели, даже несмотря на то, что некоторые из них оказались гораздо лучше прогнозов, даже немыслимые в сравнении с ожиданиями, насколько статистика вышла. Все равно мы помним то, что фунт оставался под давлением, поскольку трейдеры не хотят оказаться, скажем, в ловушке вот этих ложных ожиданий и попасть в просак, если политика, как и всегда, окажется превалирующей для динамики фунта и не позволит ему вырасти выше отметки 1.30. По фунту, друзья, тоже сохраняем короткие позиции. Из важных событий сегодня – рыночные продажи в 1.30 по московскому времени по Англии. Собственно, этот отчет тоже может повлиять на ожидания трейдеров по дальнейшим перспективам монетарной политики и повлиять на то, что произойдет с британцем в моменте. Ожидания хорошие, но рынок с частою показывает совершенно другие цифры. Если и статистика будет против фунта, то мы очень быстро с текущих значений 1.2905 снова будем тестировать план в 1.28. В 12.00 данные по инфляции в еврозоне, в 16.15 промышленное производство по штатам. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте оставлять ваши комментарии и вопросы, а также лайки на канале на YouTube, ну, либо кому больше нравится, на форуме Amarkets. Еще раз хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.